приветствую вас дорогие друзья в каюте капеллана уместно рассуждать о жизни и смерти о битве о всем том что сегодня мы встречаем нашей жизни как осмыслить это с духовной перспективы сергей викторович мы с вами рассуждали о жизни и конечно же после вопроса жизни возникает вопрос о смерти каждый день движемся к смерти как человеку умирать и как я имею ввиду не способ а я имею ввиду больше вот подготовку к этой самой смерти ну жизнь действительно неразрывно связано со смертью и тогда когда мы рождаемся мы уже начинаем умирать и смерть сопровождает нас на протяжении всей жизни и поэтому нам так страшно когда подходит последняя минута людям всегда страшно и люди не хотят вообще рассуждать о смерти а между тем рассуждение о смерти очень полезны средневековье например это составляло главную тему рассуждений монахов церковников всех тех которые как-то были связаны с духовным миром то есть даже те которые как бы только приходили в церковь уже встречали эти рассуждения смерти не только потому что смерть была реальностью каждодневной реальностью у нас сегодня тоже смерть мы живем в ситуации войны и смерть для нас каждодневная реальность но еще самое важное потому что средневековье умели правильно смотреть на жизнь и на смерть то есть понимание того что человек движется к смерти заставляло людей правильно жить вот это очень важный момент да потому что они рассматривали скорее всего смерть не конечной точкой жизни поэтому есть смысл говорить о смерти потому что это какая-то дверь да это какая-то там порог какой-то ступенька какая-то да потому что они говорили момента море думай о смерти и тогда ты будешь жить по-настоящему потому что жизнь продолжается и после того как человек переступил этот порог сделал этот решительный шаг туда другую жизнь не и вопрос только в том в какую жизнь он вступил так хорошо давайте тогда вот я сейчас живу и что я должен думать о смерти чтобы поменялась моя жизнь предлагайте мне вариант ну во первых надо подумать где каждый человек хочет быть после смерти где вы хотите быть в каком-то хорошем месте быть да в раю вы не уникальный человек на самом деле все люди хотят быть в хорошем месте после смерти и они надеются что ну я уже не такой уж плохой я наверно буду в этом хорошем месте даже если он сделал много греха и сделал много даже неприятных нехороших вещей но писание говорит что не все так просто человек если хочет оказаться там хорошем месте но условно мы говорим мы знаем что такое рай мы имеем очень общее представление об этом но мы знаем что там хорошо это самое главное и это вечное состояние жизни где хорошо большего мне пока знать и не надо так вот чтобы быть там для этого надо сделать правильное решение здесь правильное решение зависит не от того что я сделаю больше добрых дел чем злых дел и потом на весах меня взвесят и примут решение правильное решение будет зависит от того приму ли я верой жертву христа или не приму почему так потому что христос на кресте простил абсолютно все грехи и сегодня каждый человек перед богом по сути представляется абсолютно чистым если он соглашается с тем что сделал христос на кресте видите получается что в прямом смысле надо думать о смерти и о смерти христа в первую очередь первую очередь о смерти христа вы думать но смеет слышно ни разрывно связано с нашей жизнью после смерти поэтому да и важно думать и о смерти христа и о нашей собственной смерти как я подойду своей смерти и здесь действительно у меня есть выбор выбор на каком поле боя умирать Есть поле боя с самим собой, есть поле боя с сатаной, есть поле боя с самим собой, который хочет святости, есть поле боя с самим собой, который хочет греха. С кем я буду бороться в первую очередь, когда я говорю о войне с самим? Да, вот в жизни как раз такое рисуется. Вот я утром просыпаюсь и начинаю там что-то делать, иду на работу, и вот это мое поле боя. И очень много различного оружия против меня настроено. Можно ждать каких-то диверсантов подвоха, можно ждать какой-то тяжелой артиллерии включиться, можно ждать каких-то... Прилетит что-то. Да, какая-то рикошет, шальная пуля какая-то. Это действительно поле боя, и хочется умереть достойно. Да, но вопрос в том, что это за поле боя, какие-то пули летят в вас. А здесь, после того, как мы стали на сторону Христа, если мы выбрали Его и понимаем, что жизнь наша – это движение к тому вечному блаженству, о котором говорит Христос, то тогда мы должны ожидать нападений со стороны лукового, со стороны своей плоти, со стороны греха, со стороны зла. И вот эти пули, которые будут лететь в нас, если мы выбрали святость, если мы стали воинами Христа, эти пули как раз могут нас поразить. И мы должны научиться отбивать, мы должны иметь оружие, которое... Но бронежилет, бронежилет надо как-то... Да, в послании к эфесянам апостол Павел как раз описывает доспехи христианина. Он описывает бронежилет, он описывает вооружение, полное вооружение, каску описывает, описывает, собственно, одежду, как должен быть одет христианин. Почитайте послание к эфесянам, последнюю главу, и вы узнаете, как должен быть одет христианин, какой он должен иметь бронежилет и какую каску для того, чтобы противостоять раскаленным всем нападениям от града, от пуль, от осколков, от взрывов, от прилетающих ракет, тяжелой артиллерии. Это все предлагает Священное Писание нам, как веру, надежду, как действие любви, как уверенность в спасении. То есть очень много есть тех инструментов, с помощью которых мы можем противостать сатане самому себе и выиграть сражение на этом поле боя, потому что мы используем силу Христа, используем его оружие. И в данном контексте я хотел бы сказать, наверное, что солдат, даже когда погибает, вот пришла смерть, это не значит, что он проиграл. Вот в контексте войны это не значит, что он проиграл, потому что в конечном итоге это может быть победа. Да, особенно если мы говорим о духовной войне. В физической войне смерть одного солдата может быть не особенно ценна, хотя каждый солдат ценен. Но в духовной войне Христос настолько ценит жизнь каждого своего воина, что даже если этот воин допустил ошибку, даже если этот воин сделал какую-то промашку, Иисус будет рядом, Иисус будет поддерживать. И тогда, когда даже наступит физическая смерть его воина, в духовном отношении он продолжит жизнь. И он войдет в славу Отца, он войдет в славу Победителя, тогда, когда он выбрал Иисуса и стал его воином. Здесь есть же и другая сторона этого разговора, когда человек не выбирает Иисуса, и когда он начинает воевать против Иисуса, становится на сторону врага Иисусова. И вот тогда он тоже испытывает, с одной стороны, удары и давление от святости, давление от того, что он понимает, совесть его подсказывает, как надо жить, как надо поступать, но он упорно игнорирует все уколы совести, он упорно топчет и разрушает в себе все доброе, он воюет, собственно, прежде всего, с самим собой, для того, чтобы остаться злым, для того, чтобы сохранить тот выбор греха, который он делает. И наследие в таком случае, смерть на поле боя, это печальное событие будет для него, потому что наследие будет гиеноогненное. Это трудно говорить. В любом случае, человек воюет, в любом случае, человек умирает, только вот вопрос, для чего мне умирать? Да, и где я буду умирать, на каком поле боя? Буду ли я сражаться, как воин Иисуса, против зла, или я буду сражаться против добра, против Господа, против его людей? Да, здесь нет середины, это война. Здесь нельзя остаться вот как-то нейтральным, находясь вот в каком-то своем теплом месте. Или черное, или белое. Или ты с Богом, или ты со Христом, или ты против Него. Третьего здесь не дано. Дал бы Господь, чтобы мы действительно выбирали Иисуса, были Его воинами и сражались со злом до конца. Спасибо, Сергей Викторович. Ну что ж, до новых встреч в каюте Капелла. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok